В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 3D-моделирование и основа робототехники в технопарке Саров открылась летняя школа параллельного программирования. В ход воспрещен. Правила пользования социальными сетями и их влияние на подростков. Бальный танец французского происхождения. Реализация социального проекта «Саровский котельон». Далее расскажем обо всем подробно. В первой поликлинике открылся кабинет по подготовке медицинских документов. Раньше заключение врача можно было получить только на повторном приеме после обследования. Теперь для оформления ряда справок достаточно обратиться к медсестре кабинета доврачебного приема. В сжатые сроки пройти обследование, а затем прийти к врачу для осмотра и получения справки. При этом большая часть документов уже будет заполнена в доврачебном кабинете в электронном виде. Подробности далее. Раньше для получения медицинской справки, для поездки в санаторий или профилакторий, оформления опекунства или инвалидности приходилось высиживать длинные очереди к врачу. Теперь все необходимые направления для этих справок будут выписываться медсестрой в отдельном кабинете доврачебной помощи. Он не входит в стандартную структуру поликлиники, потому что это такой наш очередной шаг по длинной планомерной дороге, по сокращению продуктивных затрат времени как врача-специалиста, так и пациента. Специалист доврачебного кабинета в режиме онлайн собирает комплект необходимых направлений, так, чтобы пациент смог сдать максимальное количество анализов в кратчайшие сроки. И как только готовы результаты, можно отправляться к лечащему врачу за заключением. Мы даже вот это первое посещение медсестры, по сути, хотим исключить. Каким образом? Мы дали на сайте, вы можете посмотреть электронную почту, адрес электронной почты. Пациент может по этому адресу написать письмо, указав свои личные данные. В объявлении написано, что именно нужно указать в электронном письме, написать, что мне нужна Иванова, Иван Ивановичу нужна санаторно-курортная карта, такая-то, такая-то все. А дальше медсестра сама поднимет медицинские документы, выпишет необходимые направления и по телефону пригласит на прохождение медосмотра, сэкономив таким образом время пациента. Мы хотим, если у нас будет востребован этот вид работы, мы, конечно, понаблюдаем, то, соответственно, и часы работы кабинета будут продлеваться и будут добавляться штаты. Кабинет, в котором выписываются направления на медосмотр для специализированных медицинских документов, находится на седьмом этаже, работает с 8 утра и до 4 дня. И попасть в него можно, минуя регистратуру. Все услуги оказываются прямо в кабинете. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного человека. Сегодня уже никто не мыслит себя без гаджетов и компьютерных программ. Все больше школьников делают выбор в пользу углубленного изучения робототехники и 3D-моделирования. В технопарке Саров начала свою работу 11-я Всероссийская летняя школа параллельного программирования. В течение смены ребята познакомятся с новыми направлениями в области IT-технологий и смогут усовершенствовать свои знания по информатике и техническим дисциплинам. Летняя школа открылась буквально несколько дней назад, а ее участники уже пустились в уникальное путешествие в мир языков программирования, 3D-моделирования и компьютерных технологий. Успешный и востребованный IT-специалист должен быть всесторонне развит, поэтому организаторы школы в составлении программы не ограничились только точными и техническими науками. Школьники познакомились с востоковедом, специалистом в области духовных и культурных традиций китайской цивилизации Алексеем Масловым. Все основные технологические изобретения приходят с Востока. Раньше это была Япония, Тайпань. Сейчас самый, как известно, большой суперкомпьютер сделали китайцы. Китай находится на первом месте по количеству технопарков и экспорту нанотехнологий. В этой стране создан специальный восточный QR-код и своя финансовая система. Участники летней школы программирования узнали много новых интересных фактов буквально из первых уст и смогли принять участие в мастер-классе по иероглифам. Практически без отрыва от встреч с интересными людьми в школе идет работа по основным направлениям. Самый главный результат, который мы стремимся достичь, это в первую очередь горящие глаза, интерес к программированию, робототехнике. Ну а также в рамках школы мы стараемся сделать, достичь реально работающего кода. Интеллектуальная транспортная система, которая самостоятельно распознает знаки и следует линиям дорожной разметки. Кто-то скажет, что подобные изобретения – далеко идущие планы ученых, которые воплотятся в жизнь лишь спустя десятилетия. Но начинающий программист из Нижнего Новгорода Максим Бушуев уже сегодня с командой единомышленников трудится над беспилотником, который в скором будущем может стать новым словом в робототехнике. «Разрабатывается определение препятствий на дороге и ведется также отдельная программа для определения усталости водителя и, если водителю плохо, на основе частоты его моргания, а также продолжительности глаз открытых и закрытых». Компьютерное зрение – перспективное направление современных технологий. Со своим новым изобретением Максим вошел в состав российской делегации на международной выставке в Японии. Совсем скоро он отправится на IT-форум в Индонезию. «Беспилотники – это наше будущее. И нужно постоянно совершенствовать и развивать алгоритмы. Смотреть, какие лучше, какие хуже, сравнивать, анализировать, экспериментировать. И после этого уже когда-то, я уверен, что не так уж и много времени пройдет, человек уже придет к полностью беспилотным автомобилям». Участникам летней школы параллельного программирования предстоит посетить занятия преподавателей ведущих российских вузов, а также применить полученные знания на практике. Завершится смена 1 июля. Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения. Государственная пошлина за загранпаспорт составит 5 тысяч рублей. За выдачу аналогичного документа для детей до 14 лет – 2,5 тысячи. За госрегистрацию транспортных средств – 1,5 тысячи рублей. За выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе размер пошлины увеличится до 3 тысяч рублей. Закон вступит в силу через месяц со дня его официального публикования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 30 июня волонтеры поедут в Темниковский детский дом. Сейчас для ребят собирают гостинцы, сладости и соки, ягоды, свежее варенье и выпечку. Все это волонтерам могут передать и соровчань. Выезд стартует в 10 часов утра от волонтерского центра по адресу Проспект Мира, дом 50. В Нижегородской области стартовало общественное обсуждение стратегии социально-экономического развития региона. Присоединиться к дискуссии приглашают всех нижегородцев. Уже сейчас ознакомиться с текстом документа можно на специально созданном портале. В скором времени там же можно будет внести свои предложения и поправки. Кроме того, в ближайшие несколько месяцев во всех городах и районах Нижегородской области пройдут открытые общественные обсуждения, куда сможет прийти любой желающий. Воспитанники спортивной школы ИКАР приняли участие сразу в двух крупных соревнованиях по легкой атлетике. На первом степриложского федерального округа в Пензе Мария Девяткина выиграла золото, став победительницей в беге на дистанции 400 метров. А также в составе сборной области в эстафете 4 по 100 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Бронзовую медаль в тройном прыжке на этих соревнованиях заработал Павел Жарков. В составе сборной команды региона на первенство России по легкой атлетике в Калуге Евгения Иришева и Мария Девяткина стали бронзовыми призерами в эстафете 4 по 100 метров. Спортсменов подготовили тренеры Марина Мачкаева и Алексей Колганов. Возрастное ограничение, возможность зарегистрировать не больше одной страницы и только с вводом паспортных данных. В последние годы социальные сети стали одним из самых популярных средств общения в современном обществе. Это повлекло за собой разговоры о необходимости правового регулирования работы мессенджеров и ответственности пользователей за неисполнение правил пользования этими ресурсами. Удобная и моментальная связь с друзьями и близкими на расстоянии в мобильном телефоне практически каждого второго россиянина. Сегодня есть как минимум 4-5 приложений социальных сетей. И пускай мессенджеры в некоторой степени даже заменили живое общение, их пользователей с каждым годом становится все больше. Для того, чтобы подчинить социальные сети строгим правилам, был создан законопроект, один из пунктов которого касается запрета регистрации в них пользователей младше 14 лет. Я бы не сказал, что это целесообразно ограничивать абсолютно все социальные сети до 14 лет. Ну или до 13, или до 12, вообще до какой-то возрастной рамки, до какого-то возрастного периода. Потому что через социальные сети сейчас проходит именно становление личности человека во многом. Ограничивать доступ к этому огромному потоку информации, к этой огромной среде до какого-то возраста, а потом сразу его открыть, ну человек просто с ума сойдет от такого нахлынувшего потока. Кирилл Емелин зарегистрировался во ВКонтакте еще в 2010 году. Тогда возможности этой социальной сети ограничивались написанием сообщений и добавлением новых записей на стену. Но спустя 8 лет у ресурса появилось еще больше функций, отвечающих потребностей современного пользователя. Социальные сети помогают Кириллу развивать собственный видеоблог. Для меня это полезно в первую очередь действительно общением, которое занимает гораздо меньше энергии, чем, например, телефонный звонок. Для меня это еще и площадка для продвижения. Не столько себя, сколько, возможно, в будущем своих проектов, которые у меня готовятся. Законопроект о регулировании деятельности соцсетей предусматривает ограничение для несовершеннолетних по тематикам групп. Очень часто в социальных сетях подросток живет той жизнью, которая скрыта от родителей. Тревожность мамы-папу сугубляет еще и то, что в сетях появляются так называемые опасные сообщества. Психологи рекомендуют не ограждать ребенка социальных сетей, но держать виртуальное общение своего чада под разумным контролем. Я бы рекомендовала, на самом деле, зарегистрироваться в тех соцсетях, в которых зарегистрирован ребенок. Зарегистрироваться, что-то свое интересное там читать, какое-то свое интересное общение тоже поддерживать в том объеме, в каком родитель может себе позволить это по времени, по возможностям и по своим интересам. И быть просто в теме. Социальные сети – это удобное и нужное в современном обществе средство связи. А то, как ими пользоваться и в какие сообщества вступать, решать каждому. Котильон – бальный танец французского происхождения. Он вобрал в себя несколько самостоятельных направлений, таких как вальс, мазурка и полька. Саровский котильон – именно так называется социальный проект участников студии исторических танцев молодежного общественного объединения «Армир». Суть проекта – в обучении всех желающих историческим танцам и проведении большого танцевального вечера на праздновании Дня молодежи. По образованию Юлия Журавлева – преподаватель музыкальных теоретических дисциплин. Чем отличается полька от мазурки и подо что танцевать кадриль, она знает не понаслышке. Но самой принимать участие в репетициях этих танцев ей не доводилось. На мастер-класс Юля пришла вместе с маленьким сыном. Я думала, мы вообще придем с ним, посмотрим просто, ну, как танцуют. Ну, мне очень понравилось. И Мария, и Никита, они такие молодцы. Они так активно вовлекают в танцы. На самом деле оказалось это не только интересно, но еще и довольно просто. Увидев объявление бесплатных мастер-классов по историческим танцам, Юля поняла, что давнее желание совпало с подвернувшейся возможностью. Упускать ее девушка не стала. И процесс обучения пошел. За один вечер Юля и другие участники успевают выучить движение к трем-четырем танцам. И это несмотря на определенные трудности. Координация движений уже не та, и голова немножко кружится, когда вальс быстрый. И когда вальсируешь уже не минуту, не две, а уже там минут десять, тогда уже голова идет кругом. За рубежом и сегодня продолжают организовывать и проводить танцевальные балы, на которых сотни и тысячи человек исполняют те самые мазурки, польки и кадрильи. Самый известный в мире – Венский бал. Проводится он ежегодно с 1935 года и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Для многих подготовка к этому балу – определенная форма исторической реконструкции. Можно провести такую параллель. Есть студии, которые очень серьезно занимаются реконструкцией танцев, изучают сохранившиеся материалы. Есть люди, которые очень серьезно подходят к изготовлению костюмов, занимаются изучением сохранившихся материалов. Результаты мастер-классов проекта «Саровский котельон» все желающие увидят уже через две недели на стадионе «Икар» на Дне молодежи. А пока есть время до премьеры, участники будущего импровизированного бала продолжают оттачивать танцевальные па, многим из которых несколько сотен лет. Вот уже третий год подряд в самые длинные школьные каникулы в молодежном центре открывается летний профильный клуб. Его участники знакомятся со всеми аспектами творчества, погружаются в мир нестандартной математики и экспериментальной физики. Подробности далее. Для Полины Смирнова и летний профильный клуб стал почти родным. Сюда она приходит уже в третий раз. Девочка рассказывает, что побывав здесь однажды, она возвращается снова и снова. Мне нравится больше всего здесь то, что все ребята, которые приходят сюда, они все общительные и добрые, и никто никого не обижает. Еще мне нравится, что всегда можно делать то, что ты хочешь. Летний профильный клуб при молодежном центре существует уже больше трех лет. Здесь ребята принимают участие в интерактивных играх, проходят квесты, викторины, делают поделки из бумаги, занимаются спортом. Но главное в летнем клубе – это профильное направление. Нестандартная математика, экспериментальная физика, где ребята решают сложные олимпиадные задачи, играют в логические игры и развивают воображение. Эта программа, она пользуется достаточно большой популярностью. Очень много приходит детей, которые ходят к нам на кружки в течение учебного года. И такие программы, как нестандартная математика, как исследовательская деятельность по экспериментам, по физике, она очень привлекает и родителей, и детей. Летний профильный клуб еще только начал свою работу, а ребята уже вовсю готовятся к новым открытиям. Сегодня юные дарования разрабатывают концепцию своего собственного мультфильма, который они представят зрителям в конце смены. Ирина Вышегородцев, Артемия Главского, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова